Рабочий день водителя автобуса начинается в 5 утра. Перед выездом на маршрут необходимо проверить автобус, пройти медосмотр, получить путевой лист и допуск к работе у механика автопарка. Дежурный проверяет все. От наличия масла и воды до работы фар, габаритных огней, тормозной системы и чистоты. Стакан горячего чая, небольшой перекус и можно отправляться на маршрут. Работа водителя общественного транспорта Шимкента заканчивается глубокой ночью. Работа это нелегкая, пассажиры попадаются разные. У каждого свой характер. Пробки, летняя жара и зимний холод усложняют работу. Водители имеют хорошую выдержку и терпение. Все, конечно, бывает, ругают нас часто, но и хвалят порой. Детское увлечение переросло в профессию. А Ержан Калмурзаев за баранкой автобуса 10 лет. Сегодня он работает по 65 маршруту. Мечту детства реализовать не так сложно, труднее удержаться самому. Особенно, если речь идет о городском общественном транспорте. Не каждый готов быть между ситуацией на дорогах и недовольством пассажиров. И, наконец, у многих просто не выдерживают нервы и психика. Я с детства любил технику, сменил не одну работу. И только когда устроился водителем автобуса, сразу понял, это мое призвание. Уже 10 лет работаю водителем. Это мой второй автобус. Моя мечта – сесть за руль новенького автобуса. Мне эта работа по душе. Правда. К концу смены водитель сильно устает. Тех, для кого переутомление не отражается на качестве работы и уровне сервиса, в день работников транспорта награждаются грамотами и нагрудными медалями. В Шенкенте отметили 40 водителей из 28 компаний, механиков, диспетчеров и контролеров. Среди них есть и ветераны с 40-летним стажем, который был удостоен звания ветеран труда, которые были удостоены звания ветерана труда и награждены медалями. В номинации «Уважаемый водитель» награждены два водителя с 35-летним стажем. Не забыли и о восьми лучших водителях на пенсии.